Михаил Хазин Кто несет ответственность за все плохое? Состоит в том, что поскольку он уже к тому времени был абсолютным диктатором, то не мог не организовывать все те безобразия, о которых, в общем, известно. Но приводят при этом еще и пресловутые списки с подписями Сталина и других его верных соратников. Тут, конечно, есть вопросы, поскольку документы фальсифицировали не только в начале 90-х. Группа, о которой говорил, например, Илюхин, аналогичные группы были и у Горбачева, и у Хрущева. Я упоминаю только тех, кто явно работал на подчинении Сталина. Но даже если эти списки реальны, все равно есть вопросы. Мои оппоненты, разумеется, тут же начинают вопить, что никаких вопросов быть не может, поскольку никогда такого не было. Но, как известно из уст великого знатока русского языка Черномырдина, никогда такого не было, и вот опять. Так что давайте посмотрим на аналогии. Первое у нас на глазах. Трамп не хотел подписывать документ о новых санкциях против России. Я многое подробно описывал, почему. Он представляет альтернативную международным финансистам группу в современной элите США и активно ей противостоит во внутренней и внешней политике. Беда для него состоит в том, что эта группа на протяжении как минимум 45 лет, скорее всего, с Уотергетского дела, которое завершилось в 1974 году отставкой президента Никсона, полностью контролировала подготовку чиновников для правительства США. Мы сейчас лучше всего знаем группу Клинтонов в политическом истеблишменте США, которая как раз представляет интересы финансистов. Но таких групп там довольно много. Желающие могут прочитать наши политические обзоры, в них многие такие группы упоминаются. Но с точки зрения общей картины, совершенно не важно, кто в них входит и кто их возглавляет. Главное, что есть жесткое противодействие двух групп, причем одну поддерживает население, а другая, во многом, контролирует административный аппарат. Примерно такая же картина была в СССР, где группа Сталина контролировала только часть административной элиты, причем в основном новых людей, которые пришли во власть в конце 20-х, начале 30-х годов в связи с индустриализацией. А вот старые кадры, как партийные, так и спецслужбистские, представляли собой в основном победителей гражданской войны, которые вообще не считали, что Сталин чем-то от них отличается, поскольку многих деталей 17-го года просто не знали. Для представителей международных финансистов Трамп и стоящие за ним силы – откровенная угроза, поскольку им постоянно нужны эмиссионные деньги, которые они не получат, пока Трамп у власти. Но сам Трамп не может объяснить это противоречие, поскольку финансисты создали за многие десятилетия социально-политический дискурс, который включал в себя разного рода мульки, типа борьбы за свободу и демократию во всем мире, толерантности и прочее, прочее. Но в котором невозможно объяснить противостояние финансистов и американских изоляционистов. Я, кстати, говорил о том, что американское общество что-то начинает понимать, одна победа Трампа чего стоит, хотя началось это понимание раньше, но сказать об этом открыто, мягко говоря, рано. Аналогичная ситуация была у Сталина. Тема безопасности и наличия врагов за пределами всех границ, безусловно, была, и любая активность, построенная на этом тезисе, никак не могла быть проигнорирована. Собственно, именно этого и ожидали от Сталина его противники, которые рассчитывали, что он попытается остановить вакханалию, в том числе потому, что ее жертвой во многом стали его собственные выдвиженцы. После чего его можно будет обвинить в пособничестве врагам. Желающие могут почитать, что пишет американская пресса, контролируемая финансистами о Трампе и его встрече с Путиным. Логика там такая же, как у противников Сталина. Он не борется с нашим идейным врагом и поэтому сам является пособником врага. Ну и разного рода фальсификации по поводу активности этого самого врага, типа влияния на выборы. При том, что фальсификации, скажем, команды Клинтон были явные и совершенно безобразные. Я, кстати, считаю, что Трамп все равно выиграет. Собственно, он уже довольно сильно продвинулся на этом пути и, скорее всего, закрепит свою позицию на ноябрьских выборах в Конгресс. К слову, обратите внимание, времени ему на это понадобилось тоже около двух лет, как и Сталину. И теперь можно сделать вывод. Когда во власти появляется новая сила, которая начинает теснить старую, в случае Сталина это новая сила патриотические советские технократы, которые пытались потеснить старых большевиков, пришедших к власти в результате гражданской войны, то старая начинает использовать против нее чисто идеологические рычаги и с их помощью резко наращивать градус общественной напряженности, рассчитывая, используя свое преимущество в административном аппарате, скинуть новых лидеров. И это в истории типовой прием. А потому обвинять Трампа в том, что он наращивает санкции против России, так же глупо, как обвинять Сталина в организации большого террора, а Ленина в организации убийства царской семьи. Михаил Хазин читал Павел Иванов специально для информационной сети Аврора.